Всем привет, с вами Артем, вы смотрите AppleTube. В этом видео я расскажу вам об одном из самых старых и известных jailbreak твиков под названием Intel Screen X 8 версии. Данное расширение появилось еще во времена iOS 5 и добавило революционную на тот момент шторку с возможностью разделять и просматривать уведомления в ней. С появлением центра уведомлений на яблочных девайсах твик немного утратил актуальность, но авторы активно начали дорабатывать его. На данный момент расширение представляет из себя мощный центр управления, в котором вы сможете быстро просматривать и отвечать на электронную почту, твиты, записи в Facebook, а также читать свою RSS-подписку. Отдельная кнопка на экране блокировки после установки твика позволяет написать новое сообщение, а небольшой виджет с часами и погодой добавит информативности. Небольшое меню, вызываемое свайпом влево, позволяет переключаться между разделами расширения. В активном режиме твик пролистывает все входящие уведомления одной строкой, показывая предпросмотр каждого из них. Сейчас Intel Screen не представляет ничего экстраординарного. Каждую из идей мы видели в различных расширениях, возможно они собраны в одном твике, однако его ценность явно преувеличена. Помимо центра уведомлений на заблокированном экране, твик добавляет все те же разделы в центр уведомлений на рабочем столе устройства. Переключение между новыми разделами будет осуществляться боковыми свайпами. Совсем недавно авторы добавили интересную особенность, которая позволяет запускать недавно открытые программы и игры. Простым свайпом сверху вниз вдоль левой границы экрана открывается специальное меню с иконками. В нем вы увидите несколько приложений, которые запускались недавно. Войдя в режим редактирования, задержав палец на любой иконке, вы можете закрепить нужные вам программы в верхней части этого меню. В параметрах твика вы можете включить или отключить необходимые вам разделы в центре уведомлений, изменить их опции, внешний вид, а также настроить жесты или действия активатора. Все изменения, вносимые в настройках твика, вступают в силу без респринга устройства. Расширение можно установить и на iPad, однако авторы явно схалтурили. Присутствуют недоработанные элементы, а также графические глюки. Авторы попытались сделать экран блокировки планшета более информативным и позволили пользователю работать с ним без разблокировки устройства и запуска необходимых приложений. Однако, давайте признаемся, мне кажется, что сегодня это никому не нужно. Читать входящие сообщения всегда удобнее в почтовом клиенте, с полным функционалом его возможностей. То же самое можно сказать относительно твиттера, а РСС подписки на сегодняшний момент уже ушли в прошлое. Тем более твик не имеет поддержки самой популярной у нас социальной сети ВКонтакте. Учитывая все вышеизложенное, цена на твик явно завышена. Однако, не пытайтесь найти взломанную версию данного расширения. Ее попросту нет, как и не было все эти годы, которые появлялся твик для других версий операционной системы. Если не хотите выкладывать 10 долларов, то можете использовать расширение в течение 3 дней абсолютно бесплатно. Не забывайте териться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, специально для Яблок Тюб. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok